Первому удачному клиническому применению пенициллина исполнилось 75 лет. Тогда это открытие буквально ворвалось в медицинский мир, обеспечив настоящий прорыв в лечении различных инфекций. И хоть сейчас сложно себе представить, как от последствий лёгкой простуды ещё век назад можно было умереть, угроза всё ещё существует. Правда, теперь речь уже идёт о другом — об устойчивости бактерий к каждому новому антибиотику. Где ищут панацею? Репортаж Петра Дерягина. Эта жидкость — антибиотик четвёртого поколения. Может действовать сразу против 50 штаммов микроорганизмов. Миллионные поставки суперлекарств — реальность сегодняшнего дня. Но секрет антибиотиков не давался человечеству столетиями. Одно из первых научных описаний подобных веществ сделал итальянец Винченцо Тиберио в 19 веке. В среди учёных ходит легенда. Якобы Тиберио, когда жил в небольшом городке Арцана, заметил одну странность. Как только местный колодец чистили, в семях по округе тут же вспыхивала дизентерия. И тогда это реальность подумал, а что если в колодце, до того, как его почистили, было нечто, что мешало развитию опасных бактерий. К его большому удивлению, это оказалась плесень. Но Тиберио не довёл работу до конца. Успех ждал другого. В 1928-м на заплесневелую чашку Петри в своей лаборатории натыкается Александр Флеминг и не верит глазам. Плесень остановила размножение бактерий стафилокока, которые там хранились. Бактериолог получает чудо-вещество. Естественное оружие плесневого гриба против микробов. К сороковым о пеницилене уже говорит весь мир. В медицине на тот момент это было эпохальное событие, революционное событие, которое абсолютно изменило тактику лечения инфекционных заболеваний. Потому что как пытались лечить те же самые гнойные раны, сулемой, тяжёлый металл, содержащий ртуть, от него гибнет всё. В 41-м пеницилен успешно испытали на пациентах. К 42-му препарат уже на фронтах Второй мировой. Пневмония, гангрена, заражение крови. Впервые в истории антибиотик спасает таких раненых. Уже в 45-м Александр Флеминг получает за своё открытие Нобелевскую премию. И всё же откуда плесень взялась на рабочем столе у Флеминга? Художница из Москвы Дарья Фёдорова по сути раз за разом воспроизводит сценарий того, что случилось в лаборатории бактериолога. В чашках Петри девушка выращивает десятки видов плесени. Красивая и отталкивающая. Оказывается, она просто всегда рядом с нами. Можно сначала потрогать все дверные ручки, которые есть в доме. Потом этой же рукой просто дотронуться до чашки. Можно просто в воздухе вот такие движения поделать и, соответственно, засеять то, что находится в воздухе. Величайшее открытие в медицине – чистая случайность. Флеминг это признавал. Как выигрыш в лотерею в чашку со стафилококком попал гриб, который убивал стафилококк. В этой истории есть ещё один сюрприз. Неприятный. За 75 лет бактерии научились противостоять антибиотикам. Внутри больничной среде появились и распространились микробы, которые характеризуются сейчас устойчивостью практически ко всем, а иногда даже и ко всем антибиотикам. В лабораториях по всему миру ищут способы победить новые супербактерии, устойчивые к лекарствам. Но виновных в проблеме уже нашли. Мы сами. Антибиотики в домашней аптечке, антибиотики при малейшем чихе. Чем чаще мы принимали эти лекарства, тем лучше бактерии к ним адаптировались. Открывать новые антибиотики всё сложнее. Сейчас их ищут на дне океанов, в антарктических грунтах, в растениях и... ...на лягушках. Вещества, которые учёные химического факультета МГУ обнаружили в защитной слизи лягушек, могут стать заменой антибиотиков. Принцип действия антимикробных пептидов совершенно другой. Они не останавливают размножение, а буквально прокалывают мембраны клеток опасных микробов. Бьют на повал, и к такому нельзя приспособиться. Поскольку лягушки живут и живут вот эти миллионы и миллионы лет, и их ещё не съели бактерии, это значит, что эти бактерии не могут приноровиться к вот такому оружию. Это всего лишь один из вариантов лекарств будущего, но вполне возможный. Для скептиков и учёных простой ответ. Если 75 лет назад миллионы жизней спасла плесень, то чем лягушке хуже? Пётр Дрягин, Елена Штоколова, Дмитрий Кочурин, Алексей Бахвалов и Дмитрий Волков. Первый канал.